Добрый день, драгоценные друзья! Сегодня у нас очередный обзор на продукт охотников, рыболов, студентов и любителей выезда на природу, а также просто любителей быстро приготовить дома завтрак. Ветчина приобрели мы в Хабаровском крае, в поселке Корфовский, всего за 45 рублей. Такая большая банка, 325 грамм. Красивая банка, имеет сама открывашка, вернее с клапаном для пущей рекламы, имеет такая вставочка красивая. Написано госглавпродукт, как известно раньше главпродукт выпускал хорошую тушенку. Так что посмотрим, хоть и цена вроде бы такая демократичная, посмотрим, что собой представляет эта ветчина. Выпущенная в Орловской области, город Мцентск. По заказу у Орел продукт, Московская область, город Троицк. Примерно так посмотрите там производителя и будете знать. Ну что же, будем пробовать данный продукт. При покупке смотрим нет ли бомбаша. Сейчас очень много консерв, срок годности истекает, продают их дешево и бывает, что бомбаш. То есть внутри уже происходит или окисление, или просто уже испорченная консерва, она надувается. Но это хорошее. Это хорошее консерва, видно, что бомбаша нет. Смотрим дату изготовления. 20.08.18, вот по этой цифре 1. По первому ряду цифры. И срок годности еще не истек. Так что... Цифра 2. Два года срок хранения. Поэтому еще там есть. Срок хранения еще и года и два месяца. Так что ее выбросили, скорее всего. Не по причине заканчивания ее срок годности. Сначала взвесим. Вес не то консервы 325 грамм. Взвешиваем на электронных весах. 372 грамма. Это вес брутто вместе старой. Да, а вес нет 325 грамм. Открываем. Данный деликатес считается. Петчина консервированная на природе. Крышка большая, а открывается ничего. На вид ничего нормального. Жира практически почти нет. По краешку есть немножко... Желе. Желе. Ну ничего. Все нормально. Такая плотненькая штучка. Вполне нормальная. Выкладываем данную консерву на тарелочку. Предварительно ее завесив коктару. Обнуляем весы. И выкладываем содержимое банки на тарелку. Таким плотным, большим куском. Вот такой вот кусочек. Аромат такой пошел колбасный. Да, колбасный такой вот. Колбаски такой пахнет. То есть получается вроде как колбаса. Ну желе не так много. Приятное на вид. Приятное на вид. То есть прозрачное такое. Итого получили мясо. 294 грамма. Итого вес со всем мясом из желе получился 307 грамм. Куда делалось 20 грамм мяса, никто не знает. Ну будем считать, что это погрешность. Будем считать, что это погрешность. Но на всякий случай сделаем контрольный завес. Баночка. Да, баночка слишком тяжелая оказалась. Завешиваем банку вместе с этой вот железячкой. 50... 64 грамма. 64 грамма. Было у нас 300. Ну правильно оно и получилось. Вес брута у нас был 370 чем-то грамм. То есть обман идет в том, что банка весит тяжелее, чем они заявили. Вес нет. Да. Ну 20 грамм нас обвесим. Ну балл сбросим. За неправду. За неточность. За неточность, да. Мы делаем, так сказать, обзор того, что мы едим. Мы любим ездить на природу, поэтому мы часто едим такие вещи. Потому что бывает выезжаешь куда-то и не думаешь, что ты пойдешь далеко. А по пути заехал в какой-нибудь сельский магазин, посмотрел, что получше, выбрал, купил. Ну да. Хотя сейчас практически во всех деревнях Дальнего Востока есть столовые для дальнобойщиков и хорошее кафе. Давайте теперь попробуем, что с собой представляет. Это ветчина. Так ничего, кусочки нормальные. Берем ее на хлеб и пробуем на вкус. Очень мягкая, приятная такая. За такую цену замечательная просто ветчина. Больше похоже на колбасный фарш, наверное. Но очень вкусно. Так что рекомендуем. Добавляем еще пол балла, четыре с половиной балла. Нормальная консерва как раз пойдет на утренний завтрак. Рекомендуем. Заходите к нам на сайт, там будет более подробное описание этой консервы. И там практически много других консерв, которые мы делаем обзоры. Ставьте отзывы, пишите свои примеры консерв. Мы их рассмотрим или вы можете описать их. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова